В этой серии речь пойдет о регламенте применения препарата АПАСИЛ на картофеле на дерново-подзолистых почвах западной части России. Напомню, АПАСИЛ это инновационный адаптоген, который содержит 31,5% диоксида кремния. Пусть ученые спорят о том, чем является кремний для растений, просто полезным или жизненно важным элементом. Ну а мы понаблюдаем, как работает наш кремний содержащий препарат в условиях реального производства. В ходе регистрационных испытаний мы уже доказали эффективность инновационного адаптогена от ФОСАГРА и это дает нам основания начать производственные опыты. Именно для этого мы сегодня здесь, на юге Пермского края, в одном из передовых хозяйств региона УралАгро. Картофель для формирования одной тонны клубней с учетом ботвы выносит из почвы 6,5 кг азота, более 2 кг фосфора, 9 кг калия и более 12,5 кг кремния в пересчете на диоксид кремния. Получается, что картофель является не только калилюбивой культурой, но и кремнелюбивой культурой. Картофель накапливает большое количество кремния у себя в тканях. Так, например, в пересчете на диоксид кремния в клубнях его содержание достигает 2%, а в ботве 4-3% в пересчете на сухое вещество. Накопленный в мире опыт по выращиванию картофеля говорит о том, что кремния положительно сказывается на росте и развитии растений, на устойчивость к поражению болезнями и повреждению вредителями, а также на засухоустойчивость и солеустойчивость, что в целом влияет на будущее урожай и качественные показатели клубней. Кремний повышает устойчивость растений к низким температурам. Это особенно актуально для северонечерноземья, так как возвратные заморозки в виде отрицательных температур могут вернуться даже в начале июня. В нечерноземной зоне очень большое количество кислых почв, при этом изискование ведется в недостаточных масштабах. Также ведется селекция по выведению сортов картофеля, устойчивых к подвижным формам алюминия. Как вы знаете, все формы алюминия токсичны. Даже в испытаниях на кислых почвах, на сортах, которые устойчивы к подвижным формам алюминия, при использовании кремния мы наблюдаем положительный эффект в прибавке урожая и к устойчивости нашим растениям к внешним факторам среды. При обработке растений картофеля кремнием у нас повышается содержание данного вещества в кожуре наших клубней. При этом в кожуре усиливается синтез биополимеров лигнина и суберина. В результате улучшается транспортабельность и лёжкость клубней. Ещё один важный момент при применении кремния – это снижение тяжёлых металлов в клубнях картофеля. Так, содержание кадмия снижается практически в два раза, а содержание свинца падает более чем на 20%. Это огромная помощь кремния при загрязнённых почвах, которые находятся недалеко от автомобильных дорог. При применении кремния также возможно уменьшить дозу вносимых азотных удобрений на картофеле. Это связано с повышенной эффективностью использования азота из почвы растениями. И благодаря обработке кремнием растений в наших клубнях накапливается меньшее количество нитратов. Апасил рекомендуется применять двукратно – в фазу полных всходов и в фазу начала бутонизации. Доза препарата составляет от 200 до 400 грамм на гектар при расходе рабочего раствора до 300 литров на гектар. Весна в этом году выдалась холодная и дождливая, поэтому картофель сажался в поздние сроки. Первая некорневая подкомка Апасил была произведена лишь 5 июля. В таких условиях мы рекомендуем применять максимальную дозу препарата, которая составляет 400 грамм на гектар. Во вторую подкомку, которую мы сегодня показываем, мы также применяем 400 грамм на гектар Апасила. Картофель находится в фазе бутонизации начала цветения. В этот период начинают закладываться клубни, и нам важно обеспечить максимальную защиту от всех возможных неблагоприятных факторов. А теперь давайте приготовим рабочий раствор с Апасилом. Количество препарата отмеряем в соответствии с объемом бака опрыскивателя и нормой расхода воды на 1 гектар. В нашем случае объем бака 2000 литров. Используем максимальную дозировку Апасил в 400 грамм на гектар. Так что нам надо отмерить 4 раза по 1 кг и растворить в 10 литрах воды, прежде чем добавить в наш опрыскиватель. Растворяем наш кремний, содержащий препарат в отдельной емкости и хорошо перемешиваем. После того, как наш препарат поступил в общий бак опрыскивателя, запускаем перемешивание, ждем пару минут, и теперь можно начинать кремниевую подкормку. Важно хранить Апасил в герметично закрытой упаковке. При хранении в неплотно закрытой таре растворимость препарата уменьшается, и, соответственно, меньше доступного кремния поступит на растения. Не стоит забывать про применение адювантов и прилипателей. Первые позволяют ослабить силы поверхностного натяжения и лучше распределить жидкость по поверхности листа. А вторые это липкие полимеры, которые позволяют удерживать эту жидкость дольше на поверхности всего растения. Адаптоген Апасил можно применять в баковой смеси со средствами защиты растений. Есть экспериментальные данные, которые свидетельствуют о том, что применение фунгицидов в сниженной дозе с кремнием на картофеле работает даже лучше, чем фунгициды в полной дозе без кремния. На экспериментальной базе Федерального исследовательского центра картофеля имени Александра Георгиевича Лорха в Московской области в течение двух лет изучали влияние адаптогена Апасил на продуктивность картофеля и уточняли оптимальные дозы препарата. Картофель выращивали на семенные цели. Оптимальная доза диоксида кремния за сезон в данных условиях составила около 270 граммов на гектар, что в переводе на промышленно выпускаемый агрохимикат составляет около 800 граммов препарата на 1 гектар. Поэтому и рекомендуется применять до 400 граммов Апасила на гектар в два приема – в фазу полных всходов и в фазу ботанизации. В Московской области прибавка общей урожайности клубней картофеля от применения максимальной дозировки Апасила составила 12% в первый год опыта и 22% во второй год опыта. Применение адаптогена Апасил на картофеле в проведенном исследовании повысило сбор питательно-ценных компонентов с гектара. Сухого вещества на 16-18%, крахмала на 14-19%, витамина С на 12-32%. Сегодня мы поговорили о регламенте применения кремний, содержащего инновационного адаптогена Апасил от Фосагра. Затронули мировую практику применения кремния. Больше информации на нашем сайте apasil.fosagra.ru Продолжение следует...